МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 октября ночью. Куйбышев. Приехали. Вогружаемся в приготовленной для нас пустой школе номер 81. Совсем скоро этим строчкам в дневнике артиста Большого театра Алексея Петровича Иванова исполнится 78 лет. Иванов Алексей Петрович. Артист Большого театра. Оперный певец, режиссер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР. Автор книг, военные дневники артиста и жизни артиста. Жил и работал в эвакуации в Куйбышеве. 78 лет назад эта школа вдруг наполнилась тишиной. Но время тишины будет совсем недолгим. Совсем скоро в ней зазвучат не детские голоса, а совсем другие звуки. Какая музыка во всем. Всем и для всех. Не по ранжиру осилим, выстоим, спасем. Ах, не до жиру. Быть бы живу. 19 октября. Первый день Куйбышевской школьной жизни. Выгружались 6 часов. Я расположился в бывшем классе химии. Вместе с нами в школе поселились 28 человек. Такое множество народа способствует обретению новых друзей, которые оказывают друг другу помощь. Бывший класс химии это вот здесь. Менделеев, таблица периодических элементов, H2O, сероводород, натрия и все остальное прочее. Но теперь в октябре 41-го и в этом, и во многих других кабинетах расположился Большой театр, артисты которого были эвакуированы в Куйбышев, чтобы продолжать здесь работу, которая была так необходима стране, которая дралась на фронте с фашистами. 20 октября. Наконец появились кровати, хотя и без матрасов. В первую очередь устраиваем детей и стариков. Классы перегородили простынями и другими импровизированными ознавесками, которые висят на веревках. Образовалось нечто вроде комфорта. Несколько стульев и стол. Стол, несколько стульев, веревки поперек классной комнаты и простыни на них. Этим запомнится куйбышевская жизнь артистам Большого театра. Но не только, не только этим, а еще теми снами, которые снились им вот в этом и в других классах. Кошмарными снами родных и близких, от которых не было никаких известий. О домах в столице, к которой все ближе и ближе подходил враг. И другими снами. О тех спектаклях, которые они ставили в Куйбышеве, несмотря ни на что. Почему выбор пал на школу на Самарской площади? Ну, здесь одна очень простая причина. Это географическая близость. В шаговой доступности находился Дворец культуры. Сегодня это Самарский академический театр оперы и балета. И это было большое административное здание, в котором одновременно могло разместиться до полутысячи человек. Собственно, вся труппа в основном Большого театра сюда и приехала. Они не знали, как долго продлится их эвакуация в Куйбышев. Месяц-два. Многие из них не взяли с собой теплых вещей. Но все, без исключения, музыканты брали с собой партитуры музыкальных произведений, взяли часть костюмов, балетная группа. Вот с этим они оказались здесь, в сценах этой школы. 18 октября 1941 года музыкант и дирижер ансамбля народных инструментов Федор Панов, эвакуировавшийся из Москвы в Куйбышев вместе с артистами Большого театра, записал в своем дневнике следующее. Приехали мы в Куйбышев уже в 5 или в 6 часов вечера. На грузовом автомобиле нас всех направили в школу на углу Ярмарочной и Самарской улиц. Вогружались часов 6, а спали на полу кто как смог. Обеды готовим сами, кто на плите, кто на керосинках и электроплитках. У нас с собой была электроплитка, которую мы привезли из Москвы. Пришлось только переменить спираль на 220 вольт. А кроме того, мы купили на так называемом цыганском базаре еще керосинку. Говорят, скоро нам и всем жителям выдадут продовольственные карточки. Но пока продовольственных карточек не было, артисты Большого театра покупали продукты на рынках по тем самым ценам, которые эти рынки устанавливали. Мясо стоило от 30 до 40 рублей за килограмм, картофель от 4 до 5 рублей, десяток яиц стоил 20-25 рублей. С ноября жить стало полегче. Выдали продовольственные карточки. Феномен эвакуации времен Великой Отечественной войны, вот сам феномен эвакуации заводов, учреждений, учреждений культуры, правительственных учреждений. Это огромная тема, которая, мне кажется, еще до конца не разработана. Это подвиг, большой подвиг, большое немыслимое дело на тот момент. Январь 1942 года, 24-е. Только что в Куйбшеве была впервые показана опера «Черевички». Пели Федотов, Бутенина, Иванов, Стрельцов и другие. Обстановка в сравнении с московской довольно бедна, но у публики опера имела успех. 2 февраля снова пели «Черевички». Говорят, что опера выдвинута на соискание Сталинской премии, так как была специальная комиссия. Пели Большаков, Антонова, Михайлов, Лубенцов и другие. На меня этот спектакль, надо признаться, не произвел особого впечатления, за исключением удачно игравшего оркестра. 11 апреля. Вечером мы с Лизой были на травиате. Пела наша соседка Алимасова, и мы пошли ее послушать. В антракте к Лизе подошли помощник директора Петров и завкадрами Лемешко. И, позвав ее к себе в кабинет, сообщили, что только что говорили с Москвой, и оттуда сказали о том, что Лизе присуждена Сталинская премия первой степени. Мы как-то даже сразу ушам своим не поверили, потому что совсем не думали об этом и этого не ждали. До этого по театру ходили слухи, что премию присудят только Большакову. Но вечером о присуждении премии передали по радио, а на следующий день написали и газеты. Сталинская премия первой степени в 100 тысяч рублей присуждена а за оперу Черевичке, Мелик Пашаеву, Большакову, Михайлову, Антоновой и Нарцову. Для интереса в будущем записываю цены на рынки. Мясо 120-150 рублей за килограмм, картофель 15, молоко 20-24 за литр, лук 20 рублей, морковь 12, яйца 50 рублей за десяток. С покупками приходится очень туго. Хорошо еще, что нас снабжает коммерческий ларек при театре, где масло стоит 50 рублей за кило, при его рыночной стоимости в 250. История эвакуации Большого театра в Кубишев это очень человеческая история, когда она обретает такие живые черты, когда мы с ребятами говорим о том, как отапливали помещение, как репетировали, как крахмалили рубашки, в которых выходили артисты на сцену. Это не история военной победы какой-то, это история, наверное, даже не подвига, а такого вот ежедневного, будничного героизма. А мы тем временем возвращаемся в 81-ю школу, где и в октябре, и в ноябре 1941 года, и даже позже, все еще жили артисты Большого театра. Кому-то из них вскоре удастся перебраться в более комфортные условия. Кто-то уже купил или совсем скоро купит на барахолке кипятильник или электроплитку, которые сделают их жизнь почти сказочной. Впрочем, может быть, сказочной она казалась им потому, что они уже начали привыкать к тем лишениям, которые приготовил им военный Куйбышев. И то, что еще вчера казалось не влезающим ни в какие рамки, стало привычным. На местном цыганском рынке записал в своем дневнике Алексей Петрович Иванов «Москвичи забывают остатки своих вещей, линяют, как с горькой иронией говорят они сами». Что ж, пусть так, но зато на этом рынке можно найти все, что угодно душе и желудку. С каждым днем становились все менее и менее кошмарными и сны, которые все еще снились здесь, в этих классах, артистам Большого театра. Стало понятно, что в Москву фашистов не пустят, как бы им этого не хотелось. С каждым днем все более и более уверенным становился голос Левитана, которым он читал по радио сводки Совинформбюро. Более уверенными становились и их голоса тоже. Голоса, в которых уже не было паники, а слышалась надежда и убежденность в наших силах. Между тем, совсем скоро в дневнике Иванова появится и такая запись. Может быть, для кого-то неожиданная, но от этого не менее правдивая и оправданная в те дни и в тех условиях. Совсем недавно меня пригласили посетить местную церковь, где состоялось богослужение с участием архиерея. После чтения Евангелия архиерей огласил воззвание патриаршего вместо блюстителя, который призвал оказать всяческую поддержку советскому правительству в его борьбе с врагом. В самом деле эта борьба против общего врага сплотила всех москвичей и провинциалов, артистов и рабочих, атеистов и верующих. Все они как один встали на борьбу с общим врагом и шли навстречу тому дню, когда из радиотарелок будут раздаваться нетревожные сводки Совинформбюро, а музыка Глинки и Чайковского. И через всю страну струна натянутая трепетала, когда проклятая война и души и тела топтала. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.